Хуба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, только что я вот говорил со своей беговой дорожки насчёт обстановки в США. Ну и вот понеслась в новостях Сергей Марков. В США наступает острейший политический кризис. Я Маркова не люблю, ну, видно, что он запойный, противный, любитель Путина, но во многом он может оказаться прав. Ну, вот его сценарий. Послушаем, да? Вероятно, что 3 ноября по итогам голосования на избирательных участках объявят о победе Трампа. Он провозгласит свою победу. Но потом, примерно через неделю, объявят, что по итогам голосования по почте побеждает уже не Трамп, а Байден. Это связано с тем, что сторонники Трампа, часто консерваторы, живут в маленьких городках. Ковида-скептики придут на участки сами. А сторонники Байдена, либералы, живут в крупных мегаполисах, боятся ковида и будут голосовать по почте. К тому же демократы ведут в этом году огромную кампанию, призывая голосовать именно по почте. И число голосовавших по почте будет очень-очень намного больше, чем обычно. Трамп объявит, что не признает победу Байдена, потому что голосование по почте сфальсифицировано. Предъявит множество примеров фальсификации. Ну а дальше на улицы городов выйдут вооруженные и полувооруженные сторонники Трампа и противники Трампа. Начнут столкновение. Размер уличных боев трудно предвидеть. Посмотрим, ребята, посмотрим. Страна окажется на грани гражданской войны. Так, более 100 тысяч жителей США вышли на митинги против Трампа. И это уже другой какой-то ориандр, я не знаю кто такие, но скорее всего так и есть. Вполне такое может быть. Во всех американских штатах собрали около 100 тысяч участников. Часть демонстрантов надели черной лентой в память о члене Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург. Стоит отметить, что одна из причин проведения акции протеста – назначение на ее должность судьи консерватора Эми Коннет Барретт. Личность Динсбург имеет большое значение для американцев. В США она стала символом защиты прав женщин. Она почти икона, ребят, я вам об этом говорил уже. Так, ладно, смотрим, что тут еще. Еще Трамп с новым оружием США будут выстраивать мир с позиции силы. Не он ли недавно говорил, что он не собирается вообще вмешиваться ни во что, ни во что, ни в одну страну хватает забот у себя? Ну вот видите, когда болтон, он болтон. Центробежные процессы. Почему соцопросы говорят о расколе в обществе перед президентским выборами США? Ну, в общем, примерно то же самое. Это кто исследует? А, Раша Т. Это Russia Today. Ну, в общем, чего от них ожидать? Ну, то же самое, ребят. Ну, действительно, в каждом вранье всегда есть доля правды. Иран с 18 октября получил возможность закупать вооружение у зарубежных стран. То есть закончилась против него какая-то санкция большая до 18 октября. Ну, вот сейчас они могут и покупать, и продавать. И Тегеран, конечно, радуется. Лаборатория Касперского отметила резкий рост числа мошеннических опросов в сети. Какие-то опросы. Ну, в общем, да на жуликов полно в сети, да. Ну, потому что все по домам сидят, красота, все в интернете лазят. В Баренцевом море перевернулось и затонуло маломерное судно. Ну, вот так. Десять человек на борту, семерых удалось спасти. Ищут еще трех. А, что там искать-то? Уже нечего искать. Столкнулась со скалистым грунтом береговой линии и перевернулась и затонула. Ай-ай-ай. Нехорошо это. Эксперт. В случае появления турецких дронов, дронов турецких над Донбассом, Россия развернет свое ПВО. Вот так. Хо-хо-хо. Ну, что будет, не знаю. Не знаю, что будет. Дроны, да. У турков хорошие дроны. Они летают на средних высотах, отличаются точностью поражения объектов. В случае реализации украинно-турецких планов, беспилотники вполне могут появиться в небе над Донбассом, и Российская Федерация не сможет остаться в стороне. У ополченцев нет эффективных средств в противодействии турецким дронам-убийцам. Вот такие дела. В Красноярске неизвестный вновь стреляет по машинам. Какой-то ворошиловский стрелок стреляет в автомобили, которые, по его мнению, нарушали правила. Там наглели и так далее. Просто стреляет и всё. Такие дела. В Великобритании помиловали убийцу, остановившего террориста с помощью бивня. Вот заголовочек, да. Ну, короче, королева Великобритании сократила срок заключения Стивена Гелланда, который в 2019 году остановил террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня Нарвала. Тут вообще вот история загадочная, да. В ноябре 2019 года мужчина с ножом напал на людей в центре Лондона. В результате три человека получили ранение, двое скончались. И вот остановить хана помогли прохожие. Они были вооружены бивнем Нарвала и огнетушителем. Короче, это, сняли со стены исторический штаб-квартир какой-то рыботорговцев. Вот. И, ну, рядом там было. И, значит, побежали на него. И вот Елизавета II, один из них, вот из тех, кто, значит, помог, он, оказывается, был выпущен на время участвовать в какой-то конференции. Да, во, Гелланд находился в тот день за пределами тюрьмы, получив разрешение на выход для участия в конференции. Нормально так, сидел за убийство и получил разрешение на выход. И вот так вот прославился он, и Елизавета II его, значит, это помиловало. Ну, как интересно. Так, не дня без рекордов. В Саратовской области еще 168 человек заболели коронавирусом. Для Саратовской области это рекорд, ребята. Рекорд. Онкодиспансеры в Магадане ускоренно реконструируют. Ну, тоже под это, наверное, да? Под коронавирус, что ли? Да. Не, не-не-не-не-не-не. Просто. Просто реконструируют. Ну, тогда хорошо. Кавказский узел. Это, ну, газета такая интернетская, да? Ребенок госпитализирован после падения из окна школы в Нальчике. В тяжелом состоянии, с переломами. И, короче, что интересно, это школа для особо одаренных детей. И вот он то ли на аспорт, то ли что-то спрыгнул, да? Спрыгнул за кошка. Ужас. Ужас. Вчера падали из окна женщины, сегодня мальчики. Завтра мужчины будут падать. В России вывели 15 тысяч 99 новых случаев заражения коронавирусом. Вчера вроде поменьше было, 14 с чем-то, да? А сейчас опять 15. Врач назвал способы защиты от коронавируса зимой. Снег закопать, что ли? Сугроб, да? Не, маски надо носить в прежнем режиме, не зирая на холода. Да, носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. И перчатки. Ну, перчатки обычные, ну уж не резиновые, а? Ой, чё сказал, чё сказал. Врач отметил, что поведение коронавируса нового типа на холоде пока плохо изучено, и не исключено, что инфекция станет ещё активнее. То есть зимой будет вообще пипец. Число мигрантов в Москве в 2020 году снизилось на 40%. В нынешнем году число трудовых мигрантов в столице снизилось на 40%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, снижение числа мигрантов отразилось на занятости в городских службах, в частности на временных работах по уборке города. Ну, будут 15-суточников или сколько там, на 10 суток сейчас. Конечно, метлу в руки и пошёл. От забора до обеда. Валерий Соловей. Транзит власти печально закончится для Путина. Ну, вот Валерий Соловей, меня уже хохот одолевает. Ну, и чё он там, да, ох ты. Путину придётся передать свои полномочия в связи с личными обстоятельствами непреодолимой силой, связанной со здоровьем. Для этого Путину подыскивается замена, а замену никак найти не могут. И, о, чё будет, чё будет? Ну, это Соловей, да. О шокирующей правде про бегущих из России. Это уже живой журнал, но тут вот только одна строчка. Смотрите, значит, ну, не так много. Нельзя сказать, что статистика эмиграции из России потрясает воображение. Не Сирии всё же, да, где счёт уехавших идёт там на миллионы, да. А у нас на десятки, у вас десятки, сотни, другая тысячи жителей покидают ежегодно родину. Как успокоительно пишут правильные источники, правильные в кавычках, в страны дальнего зарубежья из России уезжает примерно 0,07-0,08% населения в год. Да, это мало. Но, ребята, ребята, в отличие от многих других стран, Россия покидают не за тем, чтобы поработать, поучиться и вернуться обогащёнными новым опытом и знаниями. Увы, обычно из России уезжают большей частью навсегда. Причём покидают в страну наиболее конкурентоспособные, те, кто могут на чужбине устроиться нормально или хорошо. И это уже убыль больше, чем просто цифра. Понимаете, да? Вот такие вот дела, ребята. В числе недостатков дистанционного обучения – низкая цифровая грамотность учителей. Вот тут опросили мамаш, да? Так, а самый серьёзный недостаток в дистанционном образовании – это низкое качество интернет-соединения – 34%, перебои в работе онлайн-платформ 29% и низкая цифровая грамотность учителей – 20%. Ну, дальше – низкая мотивация учащихся и недостаток качества цифрового контента. По итогам самоизоляции 72% опрошенных 3 четверти мам и пап считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Абсолютно согласен. А куда деваться? О, Жан-Клод Ван Дамму 60 лет. Наверное, Жану Клоду Ван Дамму, да? 60. Ну, 60, короче. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, ладно. Вот он, Жан-Клод Кагдам. На счету более 50 киноработ. По словам Роберта Данира, его фильм – это сплошной хруст костей. Ну, это да. Так, 18 октября Россия передала Аляску США. Ха-ха-ха. В 67-м году. Вот сегодня такое, 18 октября, да, сегодня как раз. Голубая волна. Доллары предрекли обвал после выборов в США. Ну, вот еще вдобавок. Какая-то голубая волна. А, это победа демократов. Ну, в общем, все плохо, 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 плохо. И комментарии. Объявление в жилом доме Хельсинки. Картинка. Хельсинки, да? 20 евро найдены в подъезде между первым и вторым этажом 11 сентября 18.30. Чьи деньги? И приреплено 20 евро. Ох, тупые они, тупые. Ядерные отходы из Германии торжественным маршем везут через Петербург в сопровождении ГИБДД. А нормальные пункты, нормальные продукты из стран ЕС давят бульдозерами. Да, вот, ну, здесь ролик, да, везут, да, вот, ядерные отходы. Кошмар какой. Так, шо, опять? Следственный комитет России возбудил три уголовных дела о хищении около 4 миллиардов рублей при строительстве вертолета К-62 в холдинге вертолета России. С июля 2017 года председатель Совета директоров Сердюков, опять Сердюков, в России ещё осталось хоть что-то, о чём не брал Путин. Да, турецкий генерал Куршат Аттелган, если Россия встанет на сторону Армении и предпримет военные действия против Азербайджана, они обязательно увидят турецкую армию перед собой. День, когда умрёт пуст, станет счастливым днём, надеясь не только для меня. Мне не нравился Брежнев, не всегда понимал Горбачёва, надеялся на Ельцина и вот Путин. Столько негатива и лжи, ненависти, жестокости, неприятия иного мнения и разграбления нашей Родины не было ни у кого. Да, ребята, та-та-та-та. На оккупированном Донбассе исчезла железнодорожная ветка на Москву. Да, разобрали на металлолом местные жители. Ха-ха, ух ты, да. Конец эпохи Союза. Впуск Союз-2-1А с пилотируемым кораблём Союз МС-17 стал последним, за которое НАСА заплатила Роскосмосу. Уже в ноябре SpaceX доставит на орбиту трёх астронавтов НАСА и одного астронавта Японского космического агентства. Ух-ту-ту-ту-ту-у. Встретила у почтовых ящиков тётеньку почтальона. Это всё Твиттер. В руках у неё была одна газета, одно письмо и увесистая пачка штрафных квитанций. Поймав мой взгляд, она смутилась. Это НАТО ли дома. Мы были самой читающей страной. Теперь мы страна правонарушителей с точки зрения государства. Ох, а тут комментарий интересный. Мы и самой читающей страной не были. Это тоже миф. Книги собирали для понтов. И лучше, чтобы обложка коллекционной была. Купили, поставили в книжный шкаф и никогда эту книгу больше не трогали. А на газеты очень часто заставляли на работе подписываться и в парткомах всяких. Да, ребята, тоже был, да. У меня плохие новости для тех, кто думает, что в России придумана вакцина от коронавируса. За всю свою историю они изобрели только лапти, балалайку, буденовку и концлагеря. Всё остальное было украдено и выдавалось за своё. Да, ребята. Позвонили только что медработники с Камчатки, детские инфекционисты, которых пригласили работать в красной зоне лечить детишек в реанимации с коронавирусом. Они работали сутки через сутки, и им до сих пор не выплатили зарплату за август и сентябрь и не оплатили авиабилеты. Ну, то есть их пригласили откуда-то из центра, да, на Камчатку. Марина Молчанова. Вот, ребят, не знаю, правда, не знаю, нет. Владимир Путин примет участие в первом фестивале надувных игрушек. Может быть. Обычно так и бывает. Вот сначала в Твиттере, а потом уже во всех других новостях. В 144-миллионной России бюджет 260 миллиардов долларов, а в 10-миллионной Швеции 274 миллиарда долларов. Вот и все разговоры о величии. Да, ребята. И опять вот комментарий. Нас уже давно намного меньше. Дай бог, если 100 миллионов наберется вместе с гастарбайтерами. Вполне такое может быть. А дальше? Я верю ЦРУ. По их сведениям, нас осталось от 80 до 90 миллионов, а сейчас уже и того меньше. Невероятно. Посольство США в Киеве вызвало на ковер министра здравоохранения Украины и дало четкие указания. Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Ха! И это все, не поверите, названо партнерством Украина-США. И это партнерство, и это незалежность. Ну, не знаю. Это пишет какой-то Владимир Корнилов. Ну, чувствуется по галстуку. Это любитель Путина. Вот, ну, и правильно. И не надо покупать российскую вакцину. Вы что, с дуба рухнули, что ли? А, у меня все. И черныш дерется. Прощание с осенним садом. Владимир Боков, посмотрите. Всего хорошего. Пока-пока. С вами доктор Влад. Доброй ночи. Сегодня 17 октября 2020 года. Время? Два часа ночи. Пришел, приоткрыл дверь. На улице холодно. Сколько там, не знаю, где-то около нуля. Дед уже чайник. Во всю кипятится. Сейчас чайку заварим. Ну, что, чем мышь? Холодно на улице стало, да? Как только услыхал включенный вентилятор у деда в комнате, сразу же прибежал. Вот так вот. Зима достает, друг. Зима. А вот вам и первые заморозки. Так. Надо стригать шапки гортензией. Нормально. Нормально. Ох. Ну, что ж, пока постоите. А так... Хо! Ну, сейчас уже нет иния. Нет иния. Но, видите, как все упало. Сразу все прижалось. И все равно красота. Вон, сиреневые. Какие-то. Дед, с ранним утра, туману занавесил, то есть, поставил занавеску на вход. Закрыл, точнее, отверстие в будке. А также положил в усинца. Туман доволен, доволен. Да, туманчик? Вон, как дедому сделал. У него двойная, очень хитрая занавеска. На входе, как видите. О, да, 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 да. И сена в обоих комнатах полно. Ну, а сейчас дед займется другими делами. Дед еще делал полным-полно. Ой. О, как вдруг не было заморозков, не было. И на вот тебе. Бабушка еще дайкон не вытаскала. Ну, это, горох будет перекапываться. Сейчас я туману, с ручков нарву. А как, он нас любит. Любит, любит, любит. Сейчас найду. Найду, найду. Есть, вот они. Ладно, все. Выключаю камеру. И принимаю за дела. Красиво. Бабушка уже посадила. И лук, и чеснок. В ново сделанные грядочки. А, овес, как видите, весь. После заморозков. Вон как, заморозки на нем еще есть. Пожалуйста. Вот не знаю. То ли сейчас его перекопать, а весной еще раз. То ли оставить до весны. Ну, увижу. Сейчас увижу по погоде. Занял мой стул. Да что драться резет, а? Ах ты, шепотая такая, а? Ни стыда, ни совести, а? Черныш. Я что же такое-то? Пришел с улицы. Мокрющий. На улице снежок. Черныш. Ты понимаешь, что ты супер нахал. Супер нахал. Слез со стула. Забрался на стол. Хорошо живем. Да. Хозяин гоняет со стула. Вот теперь что. Ой, ну ты и морда, а? Туман не такой нахал. Туман, правда, дергает меня здорово. Но он не хулиганит. А ты сейчас на клавиатурном супер. Знаю, знаю. Понадеешь мне тут сделал. Все. Вот хозяин. Ну-ка. Отправо-то отдай. Ну, все. Твой успокаиваешься. Правильно. Ой. Ну это не поседа какой-то. Не поседа, а не кот. Пришел, поел, попил. Опять повалялся. Опять убежал на улицу. Опять пришел. И куда? Разумеется, к деду. Нет, ну ты нахалюга, черныш. Лапами в экран монитора уперся. Это нормально. Сейчас еще покатается здесь. Я специально клавиатуру в сторону. Узнаю по опыту. Он начудит. Так что ли? Чудила. Снеги вытожила. Но-но-но-но-но-но-но-но. А, ладно. Ой, и кусаться сразу, а? Что ж ты делаешь? И царапаться еще вдобавок. Ну-ка. Ой, вот ведь не отпускает главное еще. Не отпускает. Злости сколько, а? Как же так? Я его... Не кусаться. Ты что кусаешься, а? Злыдня. Ой, злыдня. Ой, злыдня. Ой, ой. Ну, все переделал. Все. Все, что можно. Ну ты, злыдня. Ну ты, злыдня. Сейчас на улицу у меня пойдешь. Понял? И нечего бить хвостом. Он тебе нервничает, а? Пришел с улицы. Эта банда уже третий раз за утро была на улице. Вон, весь мокрый пришел. Видимо, снег идет, да, Черныш? Снег там идет, да? Или дождик? О! Вылизывается, вылизывается, вылизывается. Ой, ну банда, а? Вот лежал бы дома, лежал бы. Так нет. Надо ему смотаться. Несколько раз на улицу. А потом прийти к деду на стол и вылизываться, а? Ой. Ну, а что чудо-юдо? Доброе утро. Сегодня 18 октября 2020 года. Вот что погода за ночь натворила. Вчера было сухо-сухо. А сегодня такие лужи, а? Ужас. Ну ладно. Сейчас я вам покажу, что в саду делается. Сейчас слишком накормлю. И покажу. Хорошо, что дед вчера успел сделать многое. В том числе срезать шапки гортензии. Не все. У нас их уйма, эти гортензии. Но которые, скажем так, на дорогу свешиваются. Иначе бы сегодня все бы эти кусты были повалены сюда, вот, к дому. Так, что там у нас? Да, ребята. Две большие разницы. Вчера и сегодня. Эти я вчера как-то не успел срезать. Ну ладно. Я срезал самые красивые. Ой, ой. Ну что? Да. Вот вам. Полюбуйтесь. Канны стоят, как ни в чем не бывало. А вот вчерашнее красивое место, все. Так вчера здесь было красиво. А сегодня что? Ну. Ну, какой-то ужас. Какой-то ужас. Ну, да. Вся красота пропала. И хорошо, что я вчера в туману положил стенца. Вторку навесил на вход в будку. Таман сегодня доволен, рад. Да. Да. Сегодня, разумеется, никаких дел. Такую слякать, понимаете, оденешь в перчатки. Через несколько минут они будут мокрыми. И работать будет очень и очень неприятно. Так. А бабушка говорит, что ей сегодня что-то надо сажать. Не знаю, что она будет сажать и как сажать. Такую-то погоду. Ой. Какие цветы. Кажется, тюльпаны и рябчики. Ну, наверное, не пойдет, я так думаю. Дед вчера так же тут и канавочку прокопал для отвода воды. В общем, день был погожий. И мы с женой старались как могли. Не ругайтесь, что ему речка гривая. Нормально. Пойдет. Все видно, да? Вот вам наш сад. Так. Капусту пора срезать, а? Не знаю, что там бабушка тянет. Сейчас говорит, дед, пойдем такую слякать срезать капусту. Не пойду. Вот не пойду и все. Ладно. Всего доброго. До свидания.